Мы остановились на пятой речи. На самом деле, эта глава должна называться о добродетели. Брат мой, если есть у тебя добродетель, и она твоя добродетель, то ты не делишь ее ни с кем. Впрочем, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее, ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с ней. И смотри, теперь ты владеешь ее именем, сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом. Лучше было бы тебе сказать невыразимо и безыменно то, что составляет муку и сладость моей души, а также голод моей утроба. Пусть твоя добродетель слишком высока, чтобы доверить ее именам. Если ты должен говорить о ней, не стыдись о ней запинаться. Так говори, запинаясь, это мое добро, это люблю я. Таким оно всецело нравится мне, и лишь таким я хочу его. Не хочу я его как божественный закон, и не хочу я его как человеческое восстановление и человеческую нужду. Пусть не будет оно мне указателем пути к надземному или краю. Земную добродетель люблю я. В ней мало ума, а всего меньше человеческого разума. Но эта птица свела у меня гнездо. Поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу. Теперь сидит она у меня на своих золотых яйцах. Так должен ты, запинаясь, хвалить свою добродетель. Достаточно. Мы уже говорили, откуда возникают добродетели. Что есть источник радости и страстей? Тело. Тело, конечно. Из тела возникают добродетели. Все тела уникальны. Они не универсальны, они не повторяются. И потому все добродетели являются строго индивидуальными добродетелями. У каждого свое тело и своя универсальная добродетель. Откуда берется универсализм добродетелей? Два источника. От Бога или от народа. То есть это либо божественный закон, либо человеческий закон. Мы можем на минутку отвлечься и сказать себе, что так или иначе консерватизм имеет дело с законом. Потому что добродетель консерватизма – справедливость. В соответствии с добродетелью либерализма свободой и добродетелью социализма равенства. Справедливость возникает из закона. Существует несколько типов законов. Два из них Ницше назвал нам. Это закон божественный. Это закон человеческий. Ницше молчит об еще одном законе. Для того, чтобы понять, о каком законе он молчит и, соответственно, почему он молчит, мы должны понять, каковы свойства указанных, перечисленных ранее законов. Этих свойств должно быть всего два – время и место. То есть где и когда действует закон? Где и когда действует божественный закон? Всегда и везде, потому что Бог – Ницше. Верно. Всегда и везде. Соответственно, когда мы понимаем это, у нас появляются четыре альтернативы. Называйте их. Всегда и везде. Это божественный закон. Отлично. Подождите. У нас второй закон человеческий. Какой это? Не всегда и не везде. Не всегда и не везде. Отлично. Не всегда и не везде. Не всегда и не везде. Отлично. Не всегда и не везде человеческий. Всегда и везде божественный. Остается не везде, но всегда. И всегда, но не везде. Всегда, но не везде. Закон первый. Всегда, но не везде. Они, наверное, везде, но не всегда. Везде, но не всегда. Законы природы. Хорошо. Чьи природы? Но ведь мы говорим не о физических законах. Нет. А человеческих, конечно. Чьи тогда природы? Природы человека. Правильно. Единственное слово, которое повторяется всего лишь раз в этой книге, это слово природа, натюр. Ниджа молчит о природе. Природа – это проблема. Почему это так? Потому что если существует природа, существует некая объективная реальность. Например, существует реальность природы человека. И эта реальность неизменима. Иными словами, до тех пор, пока существует человек, существует природа человека. И природа человека неизменна. Потому что если вы ее измените, он перестанет быть человеком. Но это же как... Не знаю... То есть это же было бы в какой-то степени дополнительным аргументом для ниши. Нет, это не может быть дополнительным аргументом, потому что ниши говорит вам о свободе. С помощью воли вы можете изменить все. Но если существует природа человека, вы не можете ничего изменить. Закон становления гласит, что все меняется. Но если существует природа человека, она неизменна. Если существует природа как таковая, она неизменна. Именно поэтому Ниджа не говорит, в отличие от других консерваторов, о природе человека. Именно поэтому я не говорил вам о природе человека, а говорил вам только о фундаментальном состоянии человека. Вопрос. Получается, что Ниджа игнорирует факты на них. То есть он вынужден избегать разговоров об объективной реальности, потому что иначе ему не хочет их человек. Он убирает объективную реальность в целом, иначе нет закона становления. Иначе мы снова возвращаемся в бытие. Ниджа разрушает позитивизм в науке. И после Ниджа позитивизм в науке заканчивается. Ну, например, какой самый яркий оплот позитивистской науки? Я имею в виду даже не гуманитарной, а естественно научной. Физика. Спасибо. Вы видели, как разрушилась физика. Больше нет никакой абсолютистской позитивистской физики. Она релятивистская. Есть микромир, квантовый мир. Есть наш мир. И есть макромир. Ну, давайте назовем его макромир. И там действуют, везде действуют совершенно разные законы. Их свести в одну теорию невозможно. Или следующий ход. Геометрия. Казалось бы, простейшие законы, которые должны работать всегда, если мы хотим построить какую-то картину реальности. Да, но приходит после Евклида, приходит Римман и говорит, подождите, подождите, параллельные прямые пересекаются. Это их свойства. Это их главное свойство. Приходит Лобачевский и говорит, да, вы знаете, пересекаются. Это их главное свойство. Мир распадается. Причем, вы могли бы сказать, например, что тот или иной релитивистский ход, он на самом деле может считаться объективным, потому что он помогает нам ориентироваться в мире и строить правильные модели. Например, ракета взлетает вверх, потому что и так далее. Беда состоит в том, что ракета, взлетая вверх, например, пересекает из одной системы координат в другую, то есть из геометрии Евклида в геометрию Риммана переходит. Или, например, мне нравится Хокинговский пример. Представим, что вы разумная рыбка. Вас помещают в стеклянный прямоугольный аквариум и ставят на улицу. Вы видите, как ходят люди. Чтобы иметь возможность предсказывать, где окажется следующий человек в следующую минуту, какая геометрия вам нужна. А теперь представим, что вас помещают не в прямоугольный аквариум, а в круглый аквариум. Сможете вы предсказать, в какой момент времени окажется следующий идущий к вам человек? Да. С какой геометрией вы это сделаете? С Риммановской. После Ницше релятивистской становится даже естественная наука, которая до этого заражала позитивизмом науки гуманитарной. Мы отвлекаемся. Давайте мы лучше посмотрим, откуда же берется тогда универсализм добродетелей. Том 2, страница 529, параграф 44. Принеморали. Мораль – это, прежде всего, способ сохранить общину вообще и предотвратить ее гибель. Во-вторых, это способ поддерживать общину на определенном уровне жизни и определенной доброкачественности. Достаточно. Мораль существует для коллектива, для того, чтобы коллектив мог существовать. Любые моральные установки, возникающие из коллектива, служат только для жизни коллектива. Иными словами, все, что мы с вами слышим, начиная с самого детства, по поводу того, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, каким вы должны быть, каким вы не должны быть. Все это создано не для вашего процветания, а для процветания коллектива. И в этом смысле мы выходим на новый уровень борьбы. Коллектив против индивида. А если индивид сам приходит к норме, которая приемлема к коллективу? Такого не бывает, потому что мораль начинает насаживаться в вас с самого детства. В детстве вы не придете никаким нормам. В любом случае от морали невозможно отказаться. Именно поэтому следующий шаг, к которому будет двигаться Ницше, идея о том, что сверхчеловек и последний человек существуют одновременно. Что один не может существовать без другого. Иными словами, что общество существует всегда, соответственно, всегда существует низкая коллективная мораль, существующая для поддержки существования коллектива. Продолжите, пожалуйста. Ее движущие мотивы страх и надежда. Естественно, если вы читали Фукидида, вы знаете, да, откуда это взято. Движущими мотивами любого коллективного или, если хотите, политического действия являются страх и надежда. И они бывают тем более напористыми, могущими и другими, когда еще слишком сильно тяга ко всему извращенному, однобокому личностному. До тех пор, пока не срабатывают способы более мягкие и названного двойного сохранения не удается достичь, иными... Здесь должны... Здесь должны идти в ход самые ужасные средства устрашения. Да, и в этом следующее мысль Ницше. Мораль не может установить и поддерживать сама себя. Мораль не может возникать из моральности. Мораль может возникать только откуда тогда, если она не может возникать из моральности? Аморальности. Из аморальности. Иными словами, средства насаждения морали всегда аморальные. Поэтому мораль нельзя насаждать. Она только может быть насаждена. По-другому она не может появиться. От самых простых средств, которые, я уверен, все вы испытывали в детстве, до самых изощрённых средств, которыми старые добрые монахи пугают прихожан. А для этого нужны плачьи души со своими помощниками. Следующие ступени морали и, соответственно, способы достижения указанной цели, приказов кого-нибудь Бога, как, например, зато Моисея, дальнейшие, более высокие приказы абсолютного понятия долга, всего ты должен. Ты должен. Видите? Ничи сразу говорит вам, что в новой реальности, в реальности сверхчеловека, индивид первым делом должен избавиться именно от этой коллективной морали. От этого ты должен. Если вы хотите подняться вверх, если вы хотите пережить три превращения духа, вам потребуется выступить против коллективной морали того общества, в котором вы находитесь. Не совсем так. Ну, например, ты должен быть вежлив. Ну, например, ты не должен убивать. Ну, например, ты не должен насиловать. Ну, например, ты не должен грабить. Ну, например, ты должен надевать шапку зимой, когда выходишь из дома. От этого ты должен полностью можно избавиться, только если не будет закона. Потому что закон, он в любом случае говорит, ты должен или должен. Нет-нет-нет, вы же не избавитесь от этого «ты должен». Когда вы переживёте превращение духа, вы вернётесь к этому «ты должен». Но это будет ваше личное, это «ты должен», индивидуальное, а ни в коем случае не коллективное. То есть что говорит Ницше? Общество существует путём насаждения некой морали, некой добродетельности. На самом деле добродетельность должна исходить из тела. Все тела разные, следовательно, всякая мораль должна быть не коллективной, а индивидуальной. Но она не может быть индивидуальной до тех пор, пока существует общество, коллектив. Из коллектива нельзя выйти, разрушив коллектив. Из коллектива можно выйти только индивидуально. И это проверка на высшего человека. Смогли вы выйти, смогли вы разрушить коллективную мораль в самом себе? Смогли вы отрынуть, это «ты должен». Тогда вы совершили одно из превращений духа. Да. Просто ситуация с насильником, у которого своя добродетель и которая без коллективной морали… Сейчас мы дойдем до этого. Его тело говорит ему «давай, давай». Да, его тело диктует ему его добродетель, диктует ему его ценности. И как в этой ситуации быть? А смотрите внимательно, почему вы решили, что насилие это плохо? Потому что твои добродетели об этом говорят. И снова, теперь все добродетели являются индивидуальными. Это значит, что когда насильник реализует свою, вам не холодно, не жарко. Это обществу холодно и жарко, потому что насильник разрушает общество. Смотрите, как выглядит для общества человек, который сказал «у меня теперь свои добродетели». Насильник – это отличный пример, он выглядит как преступник. Он разрушитель, он враг. Именно это мы читали, или еще не читали в главе, который называется «обледном преступнике». Тело бледного преступника сказало «убей». То есть его самость говорит «убей». Его разум говорит «не-не-не-не, давай мы ограбим, и это будет повод убить». Так он достиг своего пика, так он вышел из общества, так он создал себе собственную мораль. Другое дело, что бледный преступник тут же в нее вернулся, когда он начинает заскаиваться и сожалеться. Для меня как сверхшой должен относиться к насильнику? В любом случае это угроза для него. В угрозах есть что-то плохое? Кто вам сказал, что мир, который вам постоянно угрожает – это плохо? Либерант. Ну, Христос, конечно. Нет, ну, то есть пока эта угроза не реализована… Да, да и когда она реализована, это тоже неплохо. Кто вам сказал, что страдания надо избегать? Речь идет о том, что мораль становится индивидуальной. Вы лично решаете, что хорошо, а что плохо. Это значит, что ваш сосед может лично решить прямо противоположное. Если он тоже вышел, как и вы, из коллективной массы. Вопросы, чем сложнее обстоятельства, тем лучше. С точки зрения Ницше, да, для него это будет метафора тропического леса. В тропическом лесу максимально опасно, но он максимально богат. Хорошо. Зачем нужна тогда мораль? Ницше дает более точное определение этому. Том 6, страница 111, параграф 3. А можно еще вопрос? Давайте. Можно ли сказать, что самый опасный преступник и есть сверхчеловек? Сверхчеловек будет самым опасным преступником, но самый опасный преступник не обязательно будет сверхчеловеком. Проблема, что я ставлю, не в том, кто сменит человека в виду живых существ, в человек конец, а в том, какой тип человека надлежит взращивать, какой наиболее высокоценен, более других достоин жизни, какому бы надлежит будущее. Такой высокоценный тип в прошлом нередко существовал на земле, но как счастливый исключительный случай и никогда согласно воле. Напротив, да будет сверхчеловек смыслом земли, да? Вот оно. Никогда согласно воле. Напротив, его более всего боялись, он скорее ужас, и этот страх заставлял желать и взращивать, и выводить обратное ему, домашнее стадное животное, больное человеческое животное, христианина. Да. Именно из-за того, что сверхчеловек для общества всегда пристает как преступник, общество всегда хочет взращивать его противоположность. Наиболее безопасного человека, наиболее пассивного человека, наиболее жалкого человека. В этом смысле мораль говорит вам, будьте вежливы в законах метро, уступайте места пассажирам. То есть, выполняйте все, что мы говорим. Какой человек выполняет все, что ему говорят? Да. Вопрос. Феликс уже говорил об этом, но... То есть, получается, если сейчас, допустим, в следующий момент времени закончится человеческая история, мы сможем оглянуться назад, то человек, который максимально отошел от морали, навязанного, который создал максимально свою мораль, стал максимальным преступником, будет сверхчеловек. Мы в самом начале книги. Это только одна из особенностей. Это только один из маркеров. Так что нет, не обязательно. То есть, максимальный преступник не... Более того, вы говорите максимальный преступник, и я снова спрашиваю вас, кто такой максимальный преступник? Потому что, если вы скажете, это тот, кто убил больше всех, то у вас возникает проблема. Если вы скажете, это тот, против которого общество воюет активнее всего, то у вас снова будет проблема. Потому что, например, если мы предположим, что самый большой преступник, это тот, кто убил больше всех, то мы знаем, кто убил больше всех. Да? И как бы у него со своим обществом проблем не было. Тот, кто делает, что хочет. Отлично. У короля тоже со своим обществом особых проблем нет, хотя он делает, что хочет. Ну как же, если он совсем делает, что хочет, то народ может поднять вас. Это если народ вдруг начал верить, что у него есть какая-то власть. Да? Это если вдруг народ понял, что все люди равны. Хорошо. Давайте мы лучше продолжим. Не, когда были у тебя страсти, и ты называл их злыми, а теперь у тебя только добродетели, они выросли из твоих страстей. Ты вложил свою высшую цель в эти страсти, и вот они стали твоими добродетелями и твоими радостями. Если бы ты был из родов вспыльчивых, или из родов смастолюбцев, или фанатиков веры, или мстительных. В конце концов, все твои страсти обратились бы в добродетели, и все твои демоны в ангелы. Никогда были дикие псы в твоем подземелье, но обратились они к прелестных певчих птиц. И собственных ядов сварил ты бальзам свой, твой корову скорбь ты даю. Теперь пьешь ты сладкое молоко ее выменя. Ничего злого больше не вырастет из тебя, кроме зла, что вырастет из борьбы твоих добродетелей. Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель, и не более. Тогда легче проходишь ты по мосту. Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь. Немало людей шло в пустыню и убивало себя, потому что они уставали быть битвой и полить битвы добродетелей. Брат мой, зло ли война и битвы? Однако необходимо это зло, необходимы зависть и недоверие и клевета среди твоих добродетелей. Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего. Она хочет всего твоего духа, чтобы он был ее лошадой. Она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви. Ревниво каждая добродетель в другой. А ревность – ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности. Кого окружает пламя ревности, тот, подобно скорпиону, в конце концов обращает на себя отравленная жалоба. До этого золотовство говорил о зависти, теперь он говорит о ревности. И то, и другое ведет к мести. Чем они отличаются? Зависть все-таки по отношению к другим, а здесь речь идет о ревности добродетелей между собой. То есть это как два аффекта? Угу, да-да-да-да. Один из аффектов будет вам внушать, что второй аффект – это плохо. Что второго аффекта надо избегать. Например, ваша гордость будет внушать вам, что ваше сволстолюбие – это отвратительно. Это убого, это ничтожно. И в конце концов вы начнете давить сволстолюбие в себе, надавить в себе страсть, значит давить свое тело. Если у вас две сильных добродетели, а не одна сильная добродетель, они ревнуют, конечно. То есть получается, что ничи осуждают ревность? Так как она ведет в данном случае к уничтожению тела, к ненависти. То есть он осуждает то, что простекает из тела? Не все, что простекает из тела – хорошо. В больном теле все плохо. В здоровом теле такой борьбы не должно быть. То есть у сверхчеловека должна быть одна добродетель? Или его добродетели не должны ревновать? Ниша, конечно, будет немножко менять эту точку зрения. По ту сторону добра и зла он напрямую напишет, что человек, у которого всего одна добродетель и всего один эффект, он нам кажется максимально решительным. То есть он всегда знает, что делать. Потому что им всегда руководит один и тот же эффект. Но высший человек не может быть детерминирован одним эффектом. Его дух должен быть максимально богат. И в этом смысле то, что говорит Заратусство молодым людям сейчас – это ложь. Он должен привлечь их на свою сторону. Но он обманывает их. Он обманывает их в двух моментах. Первое. Позднее он скажет – нельзя во всем следовать своим страстям. А во-вторых, позднее он поймет, что и сам движим определенной страстью, определенной добродетелью, добродетелью, у которой нет имени. И сначала он даст ей имя, а потом поймет, что на самом деле за этой добродетелью кроется другая страсть. И эта страсть – месть. И только когда он поймет это в конце второй книги, он покинет своих учеников вообще и задастся целью из самого себя сделать сверхчеловека. Месть идет из многих мест. В частности, из зависти. Но Заратусство не идет из зависти. Вопрос. Если высший человек должен быть более богат на… Да, давайте я скажу сразу, как это называется. Называется перспективизм. Почему? Представьте, перед вами некий факт. Если вами руководит одна добродетель и только одна, вы знаете, что делать. Вы выглядите решительным. Да, но если у вас огромное количество добродетелей, вы можете посмотреть на один из тот же факт с гигантского спектра. С этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения. И тогда вы действительно выглядите нерешительным. Но только выглядите нерешительным. То есть вопрос, насколько широк ваш взгляд на проблему? Если у вас одна добродетель, он максимально узок. Но если у вас в вашем духе, в вашем теле умещается огромное количество добродетелей, он максимально широк. Но чем больше добродетелей, тем больше верности между ними. Естественно. Так это доказательство силы, что у вас много добродетелей, и все-таки вы не обращаете против себя. У всех человека не может быть ревности и зависти. О чем мы речь? А как это возможно? Опять же, повторяюсь, Заратустра обращается к молодым людям. Он не может сказать им всей правду. Он привлекает их, каждый из молодых людей, ведом какой-то страстью. И он говорит, смотри, общество говорит тебе, твое свистолюбие – это плохо. Общество говорит тебе, твоя гордость – это плохо. Общество говорит тебе, твое чистолюбие – это плохо. Я говорю тебе, это хорошо. Зачем Заратустра говорит это? Чтобы привлечь их на свою сторону, незачем больше. Потом он скажет им, что на самом деле произойдет. Когда они станут его учениками, он скажет им, что на самом деле произойдет. Пока же он хвалит любую добродетель. Чем больше добродетелей вмещает в себя сверхчеловек, тем больше вероятность того, что возникнет требований. Правильно ли? Чем больше добродетелей вмещает в себя человек, тем больше вероятность, что он погибнет от них. Но тот, кто погибнет от своей добродетели, тот что? Идет по мосту к сверхчеловеку. Именно поэтому мы только что прошли отрывок, где Ницше говорит, до сих пор появление высших людей было делом удачи и случая. Случай должен был составить такого человека, который одновременно и обладал многими добродетелями и не умирал от их борьбы. Сверхчеловек будет таким, но он не будет случайным, он будет созданным нашей собственной волей. Это как живой эксперимент. Мы своей волей сами на себе ставим эксперименты. Сколько экспериментов провалится? Сколько попыток мы сделаем, прежде чем эксперимент будет удачным? Каждый провалившийся – это тот, у кого не получилось совместить в себе несколько добродетелей и не убить самого себя. Но каждый провалившийся – это шаг от человека к сверхчеловеку. Но знаем мы, какой эксперимент удачный, когда все закончится? Только тогда, когда он удастся, да. Если бы сверхчеловек был идеалом, он бы ограничивал людей. Это была бы та же самая мораль. Но он не должен ограничивать людей. До тех пор, пока мы можем двигаться вверх, мы должны двигаться вверх. Вот и все. Это концепция вечного прогресса. Он не будет вечным. Потому что вечным не может быть ничего. Таков закон становления. Он максимально долгий прогресс. Мы не знаем, будет ли он максимально долгим или нет. Вы говорите о том, что сверхчеловек – это не идеал, а то, что почему постоянно идет движение. Соответственно, это постоянный прогресс. До тех пор, пока он невозможен. Это не постоянный прогресс. Потому что человечество не движется в одну сторону. Если человечество идет к своему вымиранию, можно сказать, что это произошло из-за того, что был достигнут пик, был достигнут сверхчеловек? Нет, 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 нет. То есть то, что человечество умирает, это не означает еще, что был сверхчеловек? То, что конец близок, да? Вы хотите надеть на себя табличку «конец близок» и бить в колокол. То, что конец близок, ничего не означает. Только когда мы увидим всю клевую существования человечества, тогда мы поймем, когда был пик. До тех пор, пока у человека есть будущее, у пика есть возможность. Ах, брат мой, разве ты никогда не видел, как добродетель клевещет на себя и жалит себя? Человек есть нечто, что должно превзойти, и поэтому ты должен любить свои добродетели, ибо от них ты погибнешь. Ну, отлично. И теперь та глава, о которой мы уже немножко поговорили, но будем говорить активно. Вы не хотите убивать. Вы – судьи и жертвователи, пока зрение не склонит голову. Взгляните, бледный преступник склонил голову, за чьей его говорит великое презрение. Мое «я» есть нечто, что должно превзойти. Мое «я» или меня великое презрение к человеку, так говорят глаза его. Он сам осудил себя, и это было его высшим мгновением. Не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился вниз. Нет спасения для спрадающего так от себя самого, кроме быстрой смерти. Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И убивая, смотрите, чтобы сами вы оправдывали жизнь. Мало примириться с тем, кого убиваете. Пусть ваша печаль будет любовью к сверхчеловеку. Так оправдывайте вы то, что еще живете. Брага должны вы говорить, а не злодей. Больной должны говорить вы, а не негодяй. Сумасшедший должны говорить вы, а не грешник. И ты, красный судья, если бы ты решил громко высказать все, что уже совершил в мыслях, каждый закричал бы, прочь эту грязь и этого ядовитого червя. Браг должны вы говорить, а не злодей. Больной должны вы говорить, а не негодяй. Сумасшедший должны вы говорить, а не грешник. О чем идет речь? Общество, когда оно находит преступника, оно говорит, что он аморален. Он не аморален, он аморален, потому что он враг общества. На самом деле он просто враг. Он не злодей, он не плохой, он не уродливый и так далее и тому подобное. Общество должно быть честным по отношению к самому себе. И на самом деле тема данной главы – это тема справедливости. Как можно быть справедливым по отношению к бледному преступнику? В чем заключается справедливость? Как можно сделать справедливость без мести? Потому что когда общество наказывает, оно еще и мстит клеймя преступника злодеем, негодяем и грешником. Почему ни того, ни другого, ни третьего быть не может? И здесь ниша подходит к следующей проблеме, которую он должен будет решить. А именно к проблеме свободной и несвободной воли. Но одно, но и сырье – другое дело, третье – образ дела. Между ними не вращается колесо причинности. Да, почему вы не можете нести ответственность за то, что вы делаете? Потому что мечта о том, что сначала человек подумал, предвидел все последствия своего дела и сделал его так, чтобы все эти последствия были налицо – это безумие. Никакой личной ответственности ни за какое действие быть не может. Нет, но человек убивает, убивая, что этот человек убил. И снова, да, да, отлично, так это же пример из бледного преступника. Вы убиваете, но вы хотите убить? Или ваш мотив на самом деле другой? Если ваш мотив на самом деле другой, вы хотите совершенно… На самом деле вы хотите совершенно другого. Как вы можете нести ответственность за то, что сделали? Мотив примерно такой, что человек должен нести ответственность. А как вы узнаете мотив человека, если он сам не знает его? То есть, смотрите, я спрашиваю вас, зачем вы сюда сегодня пришли? И вы отвечаете мне что-либо. Откуда я знаю, что вы не обманываете меня? Откуда вы знаете, что вы не обманываете себя? То есть, получается, ответственности не существует? Понятие свободной воли и идущей за этим понятием ответственности – это христианская выдумка. Том 5, страница 45, параграф 32. В течение самого долгого периода истории человечества, и он называет доисторическим, достоинства или негодность поступка выводились из его следствий. Итак, как же судить о человеке? Как судить о том, что делает человек? В самом начале судили очень просто. Из последствий. Ты сделал что-то, если последствия хорошие – ты хороший. Ты сделал что-то, если последствия плохие – ты плохой. Поступок сам по себе Так же мало принимался во внимании Как и его происхождение И примерно так, как в Китае Заслуги или позор детей до сих пор Переходят на родителей Так и в те времена обратно действующая Сила успеха или неудача Руководила человеком его Одобрительным и неодобрительным суждением О данном поступке Да, то есть вопрос стоит очень простой Как понять, какой человек хороший, какой человек плохой Результат Да, тот, кто делает хорошее, тот хороший Тот, кто делает плохое, тот плохой Ни плохое не в смысле злой А плохое в смысле вы делаете что-то, у вас не получается Получается какая-то фигня Вопрос Если судить по результату Человек убил человека Не важно, какой у него мотив Результат мертвый человек Ну, естественно, это злодей Значит, он должен нести ответственность за то, что он убил человека Да, конечно А вы же говорите, что величина Подождите Это не Это доисторическая мораль Сейчас мы перейдем к следующей форме Позовем этот период доморальным периодом человечества Императив познать самого себя был тогда еще неизвестен Наоборот, в последние 10 тысячелетий На некоторых больших пространствах Земной поверхности люди шагом за шагом дошли до того Что предоставили решающий голос в вопросе о ценности поступка Уже не его следствием, а его происхождению Великое событие в целом достойное внимания, утонченность взгляда и масштаба Неосознаваемое последствия господства аристократических достоинств и веры в происхождение Признак периода, который в более тесном смысле слово можно назвать моральным Тем самым была предпринята первая попытка самопознания Вместо следствий происхождения, какой переворот перспективы? И, наверное, переворот достигнутый только после долгой борьбы и колебаний Да, доморальный период вы судите о человеке по последствиям его поступков Наступает моральный период, и теперь вы судите о человеке как? По происхождению По мотивам его действий У тебя ничего не получилось, но ты хотел хорошего Поэтому ты хороший Да, старушку, которую ты переводил через дорогу, сбила 10 автомобилей Но ты же хотел перевезти ее, да, ты же не хотел ее убить Отсюда попытки современной юстиции обязательно установить мотив Отсюда факт того, что современная юстиция учитывает аффект Да, я в состоянии аффекта, я не мог собой управлять, поэтому он не считается Мы можем судить, что человек хороший, теперь, если его мотивы, его поступков хорошие Конечно, роковое новое сфере Но Ничи не принимает и это Как мы можем судить, давайте мы задумаемся вместе Как мы можем судить о мотивах поступков человека Вот кто-то переводил старушку через дорогу и ее сбило 10 автомобилей Откуда мы узнаем, какой у него был мотив? Став на его место Только и всего Спросив, но это не дает никаких Если мы хотим получить абсолютное знание, то есть до своего знания мы должны стать этим человеком А как вы станете этим человеком? Вот это, невозможно Да, откуда же тогда появилось такое странное желание Ориентироваться на мотив действия, а не на результат действия Кто гарантирует, что мотив действия правдив? Бог Да, шире так появляется вопрос личности В античности вы не являетесь человеком В древности вы не являетесь человеком В древности вы являетесь функцией Вы отец, воин, гражданин, домовладелец, землевладелец, рабовладелец и так далее И вы распадаетесь на эти функции То, как вы выполняете их, соответственно, говорит о том, хороший вы или плохой Вместе с появлением христианства, вместе с появлением нового типа Бога Это все отходит на второй план Почему? Потому что новый тип Бога – это всемогущий, всезнающий и веждесущий И мало того, что он всемогущий, всезнающий, веждесущий создатель мира У него есть еще одно решающее свойство, которого не было у древних богов Он крайне заинтересован в том, как вы себя видите Он как надоедливая любовница, как сталкер Он всегда рядом Так появляется личность Бог знает ваши мотивы Поэтому совершенно не важно, каковы последствия ваших действий Бог судит вас не по последствиям Последствия в руках его, ибо он управляет всем Бог судит вас по мотивам Мотивы в ваших руках Ну так если Бог сам решает Ну то есть, опять же, это предопределенно Бог решает то, что мы должны делать То есть мы делаем Не-не-не-не, это вопрос свободы воли Бог может управлять всем остальным, но только не вами То есть вы удаляете топором по дереву Ручка топора ломается Топор отлетает, убивает вашу бабушку Обухом ее убивает Вот тот факт, что топор сломался Это не в ваших руках А ваше намерение в ваших руках То, что ты просто сломался, это не под Бога Да, конечно А случай, как объяснять Это то, что... Который, вот этот случай Нет, просто, в принципе, случайность Так нет никаких случайностей Бог все предопределил Кроме поступков человека Кроме ваших намерений, да То есть, но поэтому они даст известие только Богу, верно? Да, но именно Бог есть величайший судья Как мы судим о человеке теперь? Какой человек хороший? Не тот, у которого хорошо что-то получается У раба ничего хорошего не получается Это очевидно Потому что он ничего не хочет делать А тот, который желает нам добра Стремиться к добру И так как он верит в существование вечного, страшного, всесильного, всезнающего Бога Естественно, он всей душой стремится к добру То есть, мы можем верить его мотивам Потому что его мотивы гарантированы Но теперь умер этот Бог Как быть теперь? Как судить о людях теперь? Какой человек хороший? Какой человек плохой? Конечно, роковое новое суеверие, характерная узость толкования Именно благодаря этому достигли своего господства Происхождение поступка истолковывалось в самом определенном смысле Происхождение из намерения Люди пришли к единению в той вере, будто ценность поступка заключается в ценности ее намерения Видеть в намерении все, что порождает поступок Всю его происшествующую историю Это предрассудок Основываясь на котором На почти нынешнего времени Выражали всякую моральную похвалу, порицание Решили моральный суд И даже философствовали Но не пришли ли мы нынче к необходимости решиться еще раз на переворот И радикально перестановку всех ценностей Благодаря новому самовосмыслению и самоуглублению человека Не стоим ли мы на рубеже того периода Который в негативном смысле Следовало бы определить как вне моральной Мынчин Когда по крайней мере среди нас и моралистов Зародилось подозрение Что именно в том, что непреднамеренно в данном поступке И заключается его окончательная ценность И что вся его намеренность Все, что в нем можно видеть, знать и сознавать Составляет еще его поверхность и оболочку Которая, как всякая оболочка, нечто открывает Но еще более того скрывает Словом, мы полагаем, что намерение есть только признак Симптом, который надо сперва истолковать К тому же признак, означающий слишком многое А следовательно, сам по себе почти ничего не значащий И что мораль в крайнем смысле, стало быть Мораль намерений представляла собой предрассудок Нечто опрометчивое, а быть может нечто предварительное Вещь приблизительно одного ранга с астрологией и алхимией Но во всяком случае нечто такое, что должно быть преодолено Достаточно Теперь вы понимаете, что Неча предлагает сделать? Судить по непреднамеренному? Судить по тому, что в поступке было непреднамеренного То есть тому, что обнажает поступок в самом человеке И в этом смысле один и тот же поступок не обнажает одного и того же И в этом смысле один и тот же поступок может служить как признаком высшего человека Так и признаком последнего человека Раньше вы говорили, я убиваю старушек, старушка умирает, я плохой Потом вы говорили, я убиваю старушек во имя Господа нашего Старушки это ведьмы, я хороший Теперь вы говорите, один убивает старушек, но он хороший Второй убивает старушек, но он плохой Теперь становится возможным более тонкое определение И в этом смысле вы не можете обнаружить сверхчеловека или высшего человека Потому что он убивает или не убивает старушек Потому что он насилует или не насилует, нет, так не получится Здесь требуется нечто новое, какой-то другой подход На котором Леша, собственно, и говорит Том 5, страница 289, параграф 10 Справедливость, начавшаяся с того, что все подлежит у платья Все должно подлежать у платья Кончает тем, что смотрит сквозь пальцы и отпускает неподлежеспособного Он кончает, как и всякая хорошая вещь на земле, самоупразднением Это самоупразднение справедливости известно, каким прекрасным именем оно себя называет Милостью Остается, как это разумеется, само собой Преимуществом наиболее могущественного Лучше того, потусторонностью его права Не 11 Здесь слово для отвода предпринятых данных попыток обнаружить источник справедливости на совершенно иной почве А именно на почве рессентимента Рессентимент это и есть, это та самая месть, о которой мы говорили Говоря на ухо психологам, в случае, если им будет охота изучить однажды рессентимент с близкого состояния Это растение процветает нынче наилучшим образом среди анархистов и антисемитов Как впрочем, оно и цело всегда в укромном месте Подобной фиалке, хоть и с другим запахом И поскольку из подобного должно с необходимостью следовать подобное То нечего удивляться, видя, как именно из этих кругов исходят попытки, не раз уже имевшие место Ну, допускайте, осветить Осветить месть под именем справедливости Да, все это время справедливость красного судьи была только местью Почему? Потому что совершенно не было понятно, что на самом деле представляет из себя справедливость Точно справедливость была бы, по сути, лишь дальнейшим развитием чувства обиды И вместе с местью возвеличить задним числом вообще все реактивные аффекты Последнее шокировало бы меня меньше всего Оно казалось бы мне даже некой заслугой с точки зрения всей биологической проблемы Относительно которой ценность упрямленных аффектов до сих пор недооценивалась На что я только обращаю внимание, так это на обстоятельства Что именно из духа самого и сентимента произрос этот новый нюанс Научная объективность Это, что касается возражений против данной тенденции в целом Что же до частного тезиса Дюринга Что родину справедливости надлежит искать на почве реактивного чувства То, правда ради, приходится противопоставить ему следующий резко перевернутый тезис Последней почвой, покоряемой духом справедливости, является почва реактивного чувства Если и в самом деле случается, что справедливый человек остается справедливым даже в отношении лица, подчинившего ему вред И подпускаете в скобочках Если даже под напором личной обиды, надрубанности, заподозренности не тускнеет высокая, ясная, столь же глубокая, скользко исходительная объективность справедливого судящего ока Ну так что же, тогда это экземпляр совершенства и высочайшего мастерства на земле Даже нечто такое, на что по благоразумию не надеешься здесь, чему во всяком случае не так-то легко веришь В среднем, несомненно, что даже для порядочнейших людей достаточной оказывается уже малая доза пострекательства, злости, инсинуации, чтобы погнать им кровь в глаза, а объективность выгнать из глаз Двое дерутся, как мы определяем, кто хороший, кто плохой? Кто первый начал, тот плохой Да, кто первый начал, тот плохой Добро всегда реактивно Зло всегда активно Это безумная, с точки зрения низшей, предпосылка Естественно, исходящая из христианства, раб всегда посилен Мечта раба – это всегда реактивная мечта Он мечтает отомстить после, потому что не может отомстить сейчас Из этого мечты раба проистекает представление о справедливости, как о воздаянии Справедливость до этого момента была только извращенной справедливостью, реактивной справедливостью Представьте себе активную справедливость, как выглядела бы она Ваше тело выдает сущность ваших поступков Ненамеренный результат этих поступков, есть повод судить о них Но ненамеренное, то есть то, что происходит прямо из тела без оправданий Тела разные, следовательно, существуют плохие тела Следовательно, существуют плохие по определению люди Справедливостью по отношению к ним было бы наказание еще до того, как они что-то сделали Активный, наступающий, приступающий человек все еще на сто шагов ближе к справедливости, нежели реактивный Да, активный человек на сто шагов ближе к справедливости, чем реактивный Из чего возникает желание справедливости? Из чего возникает желание мести? Из того, что с вами что-то сделали С вами сделали что? Нечто какое? Нечто несправедливое Правильно, Нечто говорит, несправедливость нельзя причинять, ее можно только претерпевать Иными словами, когда вы совершаете несправедливость над кем-то, это не несправедливость Но для него это именно несправедливость Представьте хозяина, бьющего своего раба Для раба это величайшая в мире несправедливость Для хозяина это величайшая в мире справедливость Таким образом, Нечто побуждает нас перевернуть моральное представление Активный – это справедливый. Активный – это справедливость. Но для реактивного то, что с ним делают, всегда не о справедливости. Активный берет в свои руки право что-либо делать. И, соответственно, пока вот эти пассивные люди ждут, когда им причинят несправедливость, чтобы что-то закричать про справедливость, тот, кто их вытесняет, пока они молчат, он несправедлив. Он находится ближе к справедливости в сто раз, как говорит Ницше. Он справедлив только в том случае, если он вершит справедливость. Ему-то не нужно вовсе ложной и предвзято оценивать свой объект на манер того, как это должен делать реактивный человек. Оттого фактически во все времена агрессивный человек в качестве более сильного, более мужественного, более знатного обладал и более свободным взглядом, более спокойной совестью, напротив. Не стоит труда угадать, на чьей совести вообще лежит избытие нечистой совести. Это человек рессентимент. Следующая страница «Сообразно этому». «Сообразно этому» право и бесправие существуют лишь как производные от установления закона, а не от акта нарушения, как этого желает Дюринг. «Говорить о праве и бесправии самих по себе лишено смысла. Сами по себе оскорбления, насилия, эксплуатации, уничтожения не могут, разумеется, быть чем-то бесправным, поскольку сама жизнь в существенном именно в основных своих функциях действует оскорбительно, насильственно, грабительски, разрушительно и была бы просто немыслима без этого характера». Да. Тот факт, что насилие, эксплуатация, уничтожение – это зло не может быть доказан из окружающего мира. Напротив. То есть право не проистекает из его нарушений? Нет, нет, нет. То, что считается нарушением права, на самом деле не может возникнуть из природы. Оно возникает из соглашения. Ну, то есть получается, что право создает из своего нарушения? Да, да, да. Это, по-моему, это еще Гоббс говорит. Да, но у Гоббса есть предпосылка, о которой уничтожение. Гоббс говорит, мы-то все должны стремиться к жизни. Природа не говорит нам об этом. Природа говорит прямо о противоположном. Нет, когда он рассуждает о формировании права, он же не говорит о предпосылках. Нет, обязательно право на жизнь. Это естественное право. Помните, доктрины естественных прав. Гоббс как раз из природы их выводит. Но именно потому, что он христианин. Прямо продолжите. Следует признаться себе. Следует признаться себе даже в чем-то более щекотливым. Именно что с высшей биологической точки зрения правовые ситуации могут быть всегда лишь исключительными ситуациями в качестве частичных ограничений доподлинной воли жизни, нацеленной на власть и как частные средства, субординативно включенные в ее общую цель. Средства как раз к созданию более значительных единиц власти. Да. Если право возникает из соглашения, возникает новый вопрос. Кто может войти в соглашение? Равные. Равные. Только равные могут войти в соглашение. Это значит, что справедливость требует, чтобы между равными, в кавычках, и неравными не было никаких соглашений. Справедливость требует, чтобы неравные насиловали, унижали и так далее, и так далее тех, кто стоит под ними. А право возникало только между равными. Откуда Ницше это берет? Из фокидида. Я спрашиваю, единица, стоящая на иерархии выше, справедливо ли, что она обращается с единицами, стоящими ниже, как ей посчитается угодно? Да, справедливо. Справедливо ли, что единицы, стоящие над ней, обращаются с ней, как угодно? Да. Когда возникает право, как договор? Когда две единицы стоят на одной и той же клетке. Когда договор возникает между равными. Иными словами, спартанцы делают со своими союзниками, что хотят. Афиняне делают со своими союзниками, что хотят. Но когда спартанцы и афиняне договариваются, они обязаны влюсти этот договор и точка. Потому что они обладают равной силой. В этом смысле, затем, когда мы дойдем, если дойдем до глав о дружбе и друге, Ницше прямо скажет, дружба возможна только между равными. Почему она возможна только между равными? Потому что вражда между равными ведет к взаимному уничтожению. Там, где возможно взаимное уничтожение, там возможна дружба. Но только две равные силы могут взаимно уничтожить друг друга. Правовой порядок мыслимый суверенно и универсально не как средство в борьбе комплексов власти, но как средство против всякой борьбы вообще, приблизительно по коммунистическому шаблону Дюринга, наносящему, что каждая воля должна относиться к каждой воле как к равной. Был бы жизневраждебным принципом, разрушителем и растителем человека, покушением на будущее человека, признаком усталости, контрабандистской тропой в ничто. Ладно, давайте мы на этом остановимся и прервемся, а потом дочитаем главу о бледном преступнике.